Некоторые жалуются, что с недавних пор в наших группах официальных ВКонтакте нельзя комментировать некоторые наши посты, альбомы, песни и так далее. Могу это прокомментировать так, что жаль, что мы не сделали это намного раньше, потому что у группы, в частности у ансамбля Христа Спасителя, всегда была своя четкая линия, то есть мы всегда знали, куда идем, что играем, какая цель, то есть как должно все это выглядеть и звучать. И поэтому вот на самом деле я очень скептически и негативно отношусь к музыкантам и к музыкальным группам, которые советуются со своим слушателем, со своим зрителем, спрашивают, ребята, о чем нам написать следующую песню, а как нам назвать альбом, а какая вот из версии песни вам больше нравится, то есть я очень у меня вызывают негативные эмоции, вот такие, такое поведение творческого человека, потому что в моем понимании человек, который творит нечто, да, то, что от него исходит, он должен творить это невзирая на какие-то внешние обстоятельства, на мнение других людей, тем более мнение каких-то зачастую полных уебков, которые как бы сидят и вот пишут эти комментарии, потому что в основном-то как бы нормальные иллюзии адекватные, они как бы не сидят и не задрачиваются на этом всем, а комментарии в основном пишут всякие вот не пойми кто зачастую, очень мало серьезных людей, которые действительно, которым стоит прислушиваться, поэтому могу сказать, что у ансамбля Христа Спасителя и у других наших проектов всегда была, есть и будет четкая линия, четкая идейная позиция, четкий взгляд на любое содержимое творчества, поэтому либо воспринимайте и принимайте это как данность, либо не слушайте это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok